Здравствуйте! В эфире «Главный диалог» в студии Артём Тарасов. «Быстрее, выше, сильнее» – эта фраза впервые была сказана французским священником Андрею Дидоном. Она приглянулась Пьеру де Кубертену, посчитавшему, что именно эта последовательность слов отражает цель атлетов всего мира. Меньше двух месяцев осталось до старта главного зимнего спортивного праздника – четырехлетия. Но прежде чем Олимпийский огонь доберется до Сочи своим визитом, он порадует Донскую землю. У меня в гостях один из немногих, кто удостоен права пронести пламя Олимпиады на Дону – советский российский футболист, тренер мастер спорта международного класса, бронзовый призер и лучший бомбардир футбольного олимпийского турнира 80-го года, обладатель Кубка СССР, двукратный лучший галеодор чемпионатов Советского Союза высшей лиги. Этот список можно перечислять довольно-таки долго, и все эти регалии и эпитеты относятся к одному человеку. Сегодня гость студии – Сергей Андреев. Сергей Васильевич, здравствуйте! Добрый вечер. Очень приятно вас видеть в студии. И вначале я бы хотел спросить, когда же все-таки ждать нам Олимпийского огня, когда он прибудет на Донскую землю? Поделитесь секретом. Ну, насколько мне известно, это будет вторая половина января. Числа, не помню, 20-е, 21-е, 22-е. Ну, по-моему, я несу 22-е числа. Ну, насколько известно, что шахты Новочеркасск, по-моему, 21-е, значит, в Ростове 22-е. Ну, ближе, может быть, еще раз более ясно. А с какого города начнется Олимпийское шествие на Дону? Когда ко мне пришла распечатка всего этого, по-моему, шахты Новочеркасск. А потом переедет в Ростов-на-Дону. Я знаю, что вы понесете пламя Олимпиады именно в Ростове. Именно в каком районе вам предстоит это? Я вам скажу, я один раз просто прочитал всю эту распечатку. Я даже улицу не могу назвать. Она такая. Но тут она какая-то неизвестная, пока откуда стартовать будет. Но это однозначно, что не наши центральные улицы. Садовая, Ворошиловская, Буденовская и Красноармейская. Нет. Ну, я, может быть, сегодня приду домой, посмотрю. Хорошо, пусть это пока останется секретом. Может быть, это на самом деле. Легкая интрига не помешает. Да, может быть, это на самом деле. Расскажите, как вы готовите себя к этому событию, к этой ответственной и важной миссии? И что для вас пронести пламя Олимпиады по Донской земле? Хороший вопрос. Вот буквально на днях вышло, было интервью в газете «Спортэкспресс» с олимпийской чемпионкой Светланой Ишмуратовой по биатлону. Ну, вот у нее спросили, она, по-моему, в Новосибирске несла. И у нее спросили, как вы там волновались. Хороший ответ, мне очень понравился. Вы знаете, я в своей жизни уже давно отволновалась. Сказать, что я волнуюсь? Нет. Может быть, это волнение придет, когда, ну, скажем так, ближе-ближе-ближе. А когда возьму вообще факел в эти руки, может быть, у меня и мурашки по телу побегут. Не исключенный вариант. Но сейчас я абсолютно не волнуюсь. Единственное, что я горд этим, то, что я буду один из немногих, которые понесут это пламя. Честно скажу, как она передается, ну, я знаю, что факел весит около двух килограмм. Он не тяжелый, поверьте, я еще смогу его поднять. Ну, метров 200. Самое главное, что в этой распечатке написано, что можно идти пешком, можно бежать, можно очень быстро бежать, как угодно. Ну, так что, я думаю, метров 200-300 я пронесу. Ну, я думаю, вы будете не быстро бежать, а именно в свое удовольствие наслаждаясь. Все правильно, все правильно. Я тоже так думаю. Пока еще не думал на эту тему даже. Поделитесь секретом именно, как будет проходить сам процесс передачи эстафеты олимпийского огня. Не знаю, Артем. То есть нюансы. Можно сказать, да, но каждый день показывают по телевидению, то там во Владивостоке, там в Хабаровске, где он был, ну, подойдешь, наверное. Я думаю, что перед, буквально где-то соберемся за два часа и нам покажут, как это делать. А я напоминаю, что сегодня у нас в студии прославленный советский и российский футболист, тренер, бронзовый призер и лучший бомбардир Олимпиады 80, обладатель Кубка СССР. Именно он в 1981 году в финальном матче за СКА против московского Спартака забил единственный гол, который принес победу ростовским армейцам. Один из немногих, кто пронесет огонь Олимпиады по Донской земле, Сергей Андреев. Сергей Васильевич, в продолжении темы. Расскажите, какой из представленных видов спорта в Сочи вам импонирует больше всего и за кого будете переживать и болеть? Ну, один вид спорта не назову. Я такой человек, который спорт любит, и не только летние виды спорта. Ну, есть виды спорта, которые практически-практически не смотрю, но я, скажем так, в виде антирекламы не хотел бы этого делать. Но единственное, обязательно буду болеть за хоккей, за наших хоккеистов. Почему? Потому что я лично знаком с такими выдающимися, такими, как Третьяк, Мальцев, Ларионов, Крутов, Володя. Значит, уже умер в прошлом году или в этом году, не помню. Значит, я знаком, ну, скажем так, и когда-то иногда сам клюшку держал. Очень буду переживать за биатлон. Что за женский, что за мужской. Люблю очень смотреть и практически никогда не пропускаю этих трансляций. Ну, и там конькобежный спорт. Ну, может быть, в меньшей степени буду смотреть, так как не очень хорошо понимаю этот скелетон. Ну, это один из новых видов спорта относительно к Олимпийской программе. Не могу сказать, что я там сильно болею за это дело. А вот эти два-три вида конькобежный спорт очень люблю, лыжные гонки очень люблю. Так что, 5-6 видов спорта, которые я с удовольствием буду смотреть. Ваше мнение, какое итоговое место наша сборная, наша команда, это, наверное, сейчас самый популярный вопрос, который задается, займет вот в этом командном медальном зачете? Ну, невозможно сказать. Наш министр спорта России сказал, что третье место, это будет выдающимся результатом. Ну, я могу даже с ним согласиться в этом отношении. Почему? Я вот помню, в свое время, когда я был на Олимпиаде в 80-м году, помните, такой был конькобежец Эрик Хайден, американец. Так вот, они сразу сказали, мы, говорит, практически, я помню, там, это еще Советский Союз был, такое наставление, накачка была. Вот, говорит, мы уже практически проиграем 5 медалей. Он все 4 медали берет, и там еще, по-моему, не помню, ну, какую-то пятую еще за многоборья, что ли, брал. Он говорит, вот, мы начинаем со счета 5-0. Ну, вот тут вот норвежцы, там, Франция могут нас по биатлону, там, один только фуркат может 3 медали принести. Такие, ну, скажем так, мое мнение, второе, это вообще выдающийся результат будет, третий, хороший, я бы его не назвал выдающимся, но хороший результат. Ну, последний раз третье место, или четвертое, я точно не помню, по-моему, было на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Да, я помню, если я смотрел эту Олимпиаду, да, ну, хороший результат. Но сейчас, Сергей Васильевич, вот вы назвали ряд легендарных хоккеистов, наших прославленных звезды именно советского хоккея. А с кем из сегодняшних спортсменов, может быть, представителей Олимпийской сборной России по хоккею вы знакомы, или с представителями других видов спорта? И от кого нам стоит действительно ждать, ну, золотого результата, назовем так? Ну, вот я тебе так могу сказать, Артем, да, ни с кем, абсолютно, потому что мы уже абсолютно люди другого поколения. Этим мальчикам 25-28-30, ну, максимум 32, а мне практически в два раза больше. Нет, я ни с кем, я ни с кем не знаком, к большому, к большому сожалению. А вот второе, второе... А от кого можно ждать хорошего такого результата, медального, скажем так? Ну, ты знаешь, что, ни в коем случае не хочу никого обижать, но вот, когда я был участником Олимпиады, там даже вопрос такой был, что, допустим, футбол выиграют, это всего считается одна олимпийская золотая медаль. И мы ее проиграли. Так вот, ну, там такие ходили, что, ой, лучше бы там несколько, там, легкоатлеты кто-нибудь, борцы, а вот футбол бы обязательно победил. Да, мы, конечно, разочаровали в Москве, то здесь все равно, скажем так, приоритетом даже не биатлон является, а является хоккей. Первое, много очень простится даже ошибок, если будет победа в хоккее, даже, скажем так, закроют глаза на некоторые виды спорта, где, ну, скажем так, могли взять, но не взяли. Я думаю, закроют. Хоккеисты обязаны побеждать. Я абсолютно с вами согласен. Я думаю, если хоккеисты не победят, не дай бог, я даже подумать об этом не могу, то это будет скандальная ситуация. Потому что хоккей зимой, как футбол на летних играх, это олицетворение олимпийских игр, именно игр, игровая форма. Вы были участником игр в Москве в 80-м году. На этот раз мы принимаем зимний форум. Помимо включения новых видов спорта, что изменилось? Остались ли прежними восприятия и отношения болельщиков и спортсменов к Олимпиаде? И что изменилось за эти последние 34 года? И как вы считаете, Олимпиада по-прежнему олицетворяет собой главный посыл и девиз Пьера де Кубертена «Быстрее, выше, сильнее». Ну, начну с последней фразы. Да, с моей точки зрения, как раз «быстрее, выше, сильнее», да. Ну, второе, трудно сказать, но с моей точки зрения, что стало намного больше давления. Допустим, я не говорю, что давления не было там 34-50 лет назад, но то, какое сейчас значение даже, скажем так, даже бронзовой медали, я даже слова не могу это выговорить, как же соизмеряется, понимаете, в чем дело. Допустим, мы, когда заняли третье место, этому даже никто не был рад. Наоборот, все разочарованы были. Сейчас считается… Считается одним из главных успехов отечественного футбола. Да, вообще нет. Сейчас, если даже любой кто-нибудь из конькобишцев, там, бетлонистов, принесет бронзовую медаль, не то что там серебряную, золотую, это будет выше крыши, скажем так. Но у нас считалось, во всяком случае, в мое время считалось, что приоритеты даются только золотой медали. Вот вы затронули тему давления, которое оказывается сейчас на спортсменов. То, того чуда, которое будут ждать от наших хоккеистов, я даже не хочу сейчас об этом говорить, действительно, как они будут собираться. Против, можно перебить. В сегодняшней газете «Спортэкспресс» как раз прочитал, только от травмы отправился Паша Датюк, скажем так. Это хорошо, это здорово. Нет, центр первой тройки, первой пятерки будет. Так вот он сказал, он уже сегодня чувствует огромное-огромное давление на себя. И вот к теме давления хочу снова перейти. Что вам помогало морально подготовиться к играм, к Олимпиаде 80-го года? Как вы себя морально настраивали? И что вы можете посоветовать сегодняшним олимпийцам в плане настроя? Ну вот это я даже советовать не буду. Я, во-первых, уже не помню, как это было. Это было очень-очень давно. Настраивать нет. Каждый сам должен. Вот сейчас очень много уделяется вот этой психологической подготовке. И я люблю очень читать, допустим, как биатлонисты, как они реагируют на эти все промахи. Вот, допустим, вчера прочитал, как начали чуть-чуть поддушивать нашу Ольгу Зайцеву. Да, она провалила эстафету там уже, уберите ее с четвертого этапа. Нет. Я просто не знаю, Артем. Ну, скажем так, я не в теме. Но читать вот этот психологический настрой довольно интересно. Думаю, что ж там у них в голове. Ну, у нас все по-другому было. У нас осталось буквально 20 секунд. В завершении я вас прошу, вы собираетесь поехать в Сочи? Или будете дома по телевизору смотреть баталии спортивные? Глубоко сомневаюсь. Во-первых, я считаю, что, ну, во-первых, билетов не достать. Я думаю, что билеты уже давным-давно все раскуплены. Нет, я думаю, что я останусь. Сергей Васильевич, спасибо, что вы нашли время. Пришли в студию и ответили на наши вопросы. Очень приятно вас было видеть. Спасибо. Приходите к нам. Спасибо. Я напоминаю, это был главный диалог. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин